От винта Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! У нас очередной безмонтажный ролик на штурм Коршевеля. Это место таких огромного количества горнолыжных курортов. Вот вы наблюдаете. По озеру, кстати, сейчас хорошо видно, как ветер дует. Так, а мы должны забраться на этот скребет и пройти немножечко направо. Я особо высоту не набираю, потому что это не нужно. С правой стороны у нас огромный ледник. Далековато, конечно, от нас. Национальный парк. Я там раньше шалил, а сейчас сказали, что лучше не шалить. Правила стали более строгими, так что шалить мы там не будем. Но зато Коршевель уже практически наш. Находится за вот той скалой. Оттуда будет виден уже аэродром. Мне хотелось сюда слетать сегодня. Тут будет второй квест, как отсюда выбраться. Потому что ветер достаточно сильный. 17 км в час дует у нас в левый борт. И вот эти все облака, они есть, кажется, да, но работают они относительно плохо. Здесь очень начинаются, конечно, красивые места. Вот эти вот красивейшие долины зеленые. Вот сочетание этих скал. Вот сверху даже какие-то лишайники растут на скалах. А потом бац и зеленая долинка. И аэродром Коршевеля здесь, по сути, единственное место для посадки. То есть, если некуда приземляться, Коршевель – это некий выход. Однако, что я могу сказать, что приземляться на него крайне сложно. Потому что полоса этого аэродрома под очень большим углом находится. То есть, ты садишься как бы в гору. Я вам не рекомендую без инструктора это делать. И пилоты, которые приземляются там, естественно, имеют хороший горный рейтинг. Это должно быть обязательно оттренировано. Но если выхода другого нет, например, ну вот все. Приземляться больше негде. Вот сейчас бы, например, не смогли бы найти поток. Могли приземлиться к Коршевеле. Хотя правильнее было бы уйти вот впереди далеко. Там хорошая облачность, ближе к Панблану. Недалеко, кстати, до него осталось. И там набрать. Или вот этой долиной уйти в сторону Шамбери. До Шамбери недалеко. Или Арбитвиль. В общем, вот эти что-то из этого можно было взять и использовать. Так. Правильно ли я пришел? Да. Вот сейчас вот этот поток, около этой скалы. Должен быть хороший поток. Я попробую встать в набор. Ну, тоже. Внизу какие-то озера красивые. Искусственные. Видите, облако есть. Все есть. Все для того, чтобы был поток. Оп. Ну, где наш там аэродром? Миша. Смотри, я всегда забываю, где эта полоса. Будя, ну, не ладно. И поток есть. И как тут не закрутить? Давай закрутим. Все-таки возьмем немножко высоты, чтобы потом назад сюда вернуться легко. Ах, как красиво. Эти. Закрылочек. Да. Ну, все понятно, друзья. Вон, внизу осыпь каменная. Ветер на склон, чтобы тут не было потока. Это должно что-то случиться. Конечно, он есть. А может быть, на реконструкция наш аэродром, а? Как ты думаешь, Миша? Ну, полосок есть. Мне вот этот цвет воды очень нравится. Как они такого цвета добиваются, Миша? У тебя есть мысли на этот по этому поводу? А? Купорос. Купорос? Купорос подсыпают, думаешь? Да. А подсыпают или тут просто вода течет по каким-нибудь купоросным скалам? Не знаю. Друзья, кто знает, будьте так любезны, напишите в комментариях, откуда берется вот такой цвет воды. Вот такой вот прям. Просто сумасшедшего цвета. Сейчас можем пройтись немножко поближе. Вот крыло сейчас показывает на заповедник. У меня уже предупреждения светятся, что осторожно, осторожно. Будьте внимательны. Тысяча метров над рельефом. И пошли. Раз. Есть такая возможность. Друзья, на подходе к нашему замечательному Куршавелю, к сожалению, есть запретная зона. Национальный парк. Вот крыло показывает туда, куда летать нельзя. И поэтому мы обходим вот этот выступ, заходим вот сюда в ущелье и попробуем поснимать вам водопады. Вот они далеко-далеко-далеко на горизонте. Я набрал достаточно высоты для этого. И сейчас вот мы, особо не нарушая, выскочив в долинку, поснимаем вам аэродромчик и леднички. К сожалению, планиристам приходится идти на такие жертвы-изыски. Ну вот, что поделаешь. Например, сейчас я уже в границах, на самой границе заповедника, как вы видите, вот. Но у меня еще есть тысячи метров над рельефом. И здесь километр высоты, который позволяет мне особо не нервничать. То есть я ничего не нарушаю сейчас. Посмотрите, мы даже еще в наборе идем метров в секунду вдоль вот этих вот облачков. Кребет держит. А вот он Хуршавель, собственно, смотрите. Сейчас я увеличу вам картинку. Вот он аэродромчик из интересного. Там вот это вот... Посмотрите, если на полосу, она под приличным углом смотрит в пропасть. Поверьте это. Сверху не видно вам сейчас, но пропасть есть. И посадка на этот аэродром является одной из сложнейших для авиаторов. Облака висят ниже нас. Получилось это потому, что мы хорошо набрали в потоке. А здесь воздушная масса чуть более влажная. И мы можем сделать красивую съемку. Вид на Хуршавель выше облака. Мой учитель Клаус Ольман приземлялся на этот аэродром. Мало того, он с него взлетал. Замечательный ролик. У него есть про этот аэродром. И когда его готовили к этому ролику, режиссер посмотрел на Клауса и говорит, ты будешь сниматься. Я не беру больше актера, который должен был тебе играть. Ты будешь играть себе сам. И Клаус получил гарнер еще из-за актерское мастерство свое. А актеру, который должен был сниматься, выплатили неустойку. Ну, не выгнули, а заслуженно. Сказали, что ты нам не нравишься. Извини. Красотища-то какая. Что мы имеем? Мы имеем слева от нас Монблан, но мы туда уже столько раз летали, что сегодня уже лень. Собственно, все эти вот горнолыжные красивейшие постройки. Не знаю. Вот сколько всего. Сколько жизней в этих долинах. И, собственно, вот там находится ледничок, к которому мы сейчас подлетим. О, кстати. Смотрите, как отображается аэродром Куршевеля на моем навигаторе. Ой, как же красиво. Меня одно удивляет всегда. Откуда такая синь воды? То есть почему вот эти вот озера такие синие? Вот Миша выдвинул идею, что купорос в скалах какой-нибудь, или какая-нибудь, что-то находится в породе, что делает воду настолько синей. У меня мысленно этот счет нет. Кто может, напишите в комментариях. Будет очень интересно. Ну, смотрите. На телефон я могу вполне себе позволить съемку с увеличением. Вот один водопадик, но мелкий. Вот это озеро красивое. Мне нравится. А вот моя самая любимая группа водопадов. Посмотрите, какие лапочки. Вот они, красотули. Иногда в них можно прилететь и прям почти крылой искупать. Там на плато сверху, примерно вот здесь, прям вода течет, если внимательно присмотреться. К сожалению, такой возможности нет. Но увеличение не вытянет. Качество съемки не такое. Вот сейчас зажглась радуга на одном из водопадов. Миша, посмотри, видишь? Ой, невероятное зрелище. Друзья, невероятно. Загораются радуги. Я разворачиваю планер. Попробую снять вам это все еще раз без искажений, связанных с нашим фонарем. Так, прям крыло будет у меня показывать на эти водопадики. Вот. Невероятно. Эх! И даже здесь нас от стенки, друзья, придерживают. Это, видимо, в награду за съемку для вас. Это хорошо. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Мы машем ручкой нашему заповеднику. Показываем еще раз, что такое тысяча метров над рельефом. И разворачиваемся в сторону сканников для того, чтобы снова набрать высоту. Мы должны прийти выше них. Я разгоняю планер до 200 км в час. Ибо прошло 150 км в час. Ну, страшно? Мы подходим в гостеприятную облачку, которая позволит нам набрать высоты. Все тот же склон у озер, рядом с куршевелем. И поточек, посмотрите, какой вариометры лежат. Ой, сколько у нас мук на крыле, друзья, посмотрите. Вот эти муки достаточно существенно ухудшают родивенническое качество, превращая наш планер неизвестного что. Ну, не сильно, но ощутимо. Там 10% можно потерять в качестве. Ой, красота. Хорошо набираем высоту. Можно сместиться, в принципе, в этом потоке к вершинке, например. По идее, с нее должен он сильнее сходить. Видите, все достаточно просто. Да, над вершиной лучше все подымает. Устойчивый 5 метров в секунду. Мы винчиваемся в небо, еще раз слюбуемся, да, вот это осень озера. Мне это место просто очень понравилось, друзья. Думайте, почему ты, Волков, тут целый день летаешь? Ну, потому что нравится. И могу что еще сказать, из интересного погода стало лучше. То есть, когда мы сюда пришли где-то 20 минут назад, то еле-еле мы здесь высоту набрали, но и кромка была пониже, а сейчас прям чики-пики. Друзья, у нас все хорошо. Мы набрали высоту над скалами. Вот этой долинке течет воздух, отрывается от этих скал, образует облако. Нам удалось набрать 3580 метров. И это значит, что нам пора домой. Я очень рад, чтобы удалось вам показать красоту вот этого плата, ледника. Сейчас он хорошо виден с большой высоты. Вот водопадики тоже с большой высоты хорошо видны. Прям идеально все, мне кажется, получилось. А самое главное, идеально получилось и вот сейчас высоту добрать. И у нас все хорошо, чтобы красиво вернуться домой. До новых встреч, глубоко уважаемые любители лед и беда спорта. Сохраняйте, пренуброжайте красоту планеты Земля. До новых позитивных роликов. Эгей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова